Доброе утро, дорогие мои! Мы снова на Луканинском колодчике, а вы на канале Приют Ангела. С вами, народный батюшка, мир и благословление вам от Бога Отца, от Бога Сына и Бога Духа Святаго. Мы снова на Луканинском колодчике. И все потому, что вы, просматривая ролик о сакральности царя, попросили меня поподробнее рассказать о том, что такое сакральность. А один человек вообще написал, надо же, я столько лет хожу в храм, я такой, в общем, воцерковленный человек и впервые слышу эту тему. Я очень удивился и решил у матушки утром спросить, а как она понимает, что такое сакральность. И очень удивился, что она, ну, немного больше знает, чем, мне кажется, непосвященные люди, но много меньше, чем я. Поэтому я решил, что нужно действительно рассказать о сакральности. Будет, наверное, несколько серий на эту тему. Потому что, получается, без сакральности мы с вами вообще непонятно, зачем ходим в храм, вообще непонятно, зачем мы крещены. Поскольку сакральность, если в религиозном смысле, то можно перевести как священность. Но на самом деле есть более научные такие объяснения, есть уже, можно так сказать, наука, изучающая сакральность. Она особенно распространяется в филологии, лингвистике и другие. Они уже определение дали, что такое сакральность, разделили сакральность на разные виды. Они рассказали, чем сакральность передается. К сожалению, у нас как-то так вот действительно церковь маленечко упустила этот рассказ о сакральности. И мы действительно не очень понимаем, как же на самом деле вот эта священность передается нам в быту. Я бы так сказал. Так вот, смотрите, наука разделила сакральность уже на несколько видов. То есть религиозная сакральность, мифологическая сакральность, историческая сакральность, даже бытовая сакральность. Сакральность по их понятиям относится к живым существам, к недвижимым предметам, к движимым, к животным, ну и так далее и тому подобное. И если мы с вами будем рассматривать, откуда взялась сакральность, то она взялась из потустороннего мира, давайте так говорить. Или мы в религии называем это духовный мир, а в жизни мы чаще называем потусторонний мир. Поэтому из потустороннего мира проникновение сакральности в природу, в жизнь человека и в само человечество, она была постоянно. Так как мир создан Богом и уже Дух Святой, то есть вот сакральность, священность человека определена самим происхождением и человека и природы, то оставалось человеку осознать эту сакральность. Нет, когда появился Адам, то Адам сразу получил это сознание, он получил своё понимание участия в освященности этого мира, в освящении этого мира. Он давал в этом мире сакральные имена растениям, животным, всему окружающему пространству. И он получил сакральное существование семьёй, то есть у него появилась Ева, а потом и дети, которые должны были, как служение Богу, освящать эту землю. Освящать. Точнее, освящать не райскую землю, которая уже сакральна, а освящать землю, в которую Адам был изгнан. То есть он же из рая был выселен после того, как он очень долго просился, чтобы его вернули и дали ему седьмую часть рая, но не освященных. И вот эта форма жизни Адама должна была осветить эту землю. Больше того, ту землю, которая была Адом, куда он был изгнан, вот, то есть не, помните, наполненной волчьцами и всякими, значит, этими. Так вот, если мы с вами пойдём по научному пути и начнём рассматривать вот это проникновение сакральности в мир материальный, то мы должны начать с мифологической сакральности, то есть ту, которую человек ощутил и включил в образ своей жизни, в свою жизнь, определив какими-то местами, где это может происходить, рисунками, как это может происходить, а впоследствии и словами. Поэтому, когда мы с вами видим какие-то места, определённые людьми как сакральные, то есть священные, мы должны понимать, что вот это и есть на самом деле настоящая сакральность. И если мы даже идём по описанию жизни через Ветхий Завет, через Библию, то мы в ней видим, какими средствами сакральность проявляется в мире, и одно из средств – это, естественно, вода. Больше того вообще было определённо, что огонь и вода – это такие вот два самых сакральных средства, которые очищают человека и помогают ему жить. Поэтому, когда мы с вами приехали на Святой Источник, мы с вами приехали в древнее сакральное место. В древнее сакральное место. Я не знаю, когда оно появилось вообще, как вот такая мифологическая сакральность вот в этом месте, в этом пространстве, на этой реке. Но я-то знаю, что у нас по преданию на этом месте Андрей Ольгердович, князь такой, нашёл икону Николая Чудотворца Мира Ликийского. И якобы с этого времени здесь появился христианский источник. Ну, он действительно был один такой из верных православных князей. Поссорился со своим отцом Ольгердом, потому что стал за Русь выступать с князем Дмитрием Доским, подружился. И то, что он сюда приехал, вот в таком обученном православии, это вполне могло принести действительно сюда христианство вообще. Некоторые места ведь в Руси христианство пришло аж в 16-17 веке. Я-то думаю, что действительно вот с князя Андрея Ольгердовича здесь могло появиться христианство. И первым проявлением сакральности христианской вот было его, я так понимаю, освящение этого источника. Он князь. Князь это как от царя, получивший сакральность, от императора, получивший сакральность, несущий сакральность, личность. Он выше священника на самом деле. Поэтому что сделал князь? Он построил церковь там, в Пистяках. Там еще один источник Николая Чудотворца Мироликийского. А мы получили сакральность христианскую, религиозную сакральность. И с этого времени здесь на самом деле происходило некое раздвоение. То есть вот сейчас мы с вами видим, что вот и кресты, и иконы. И мы поставили вот здесь эти купальни. Но когда-то, когда я пришел, например, в это место впервые меня привезли, то здесь была купальня чуть-чуть вот там подальше. И все было увешано тряпочками. Ну вот здесь сейчас одна тряпочка. Я вам показывал, месяц назад здесь было много тряпочек. Ну, обычно отец Александр приходит сюда. Ну или те, кто из храма люди, и срезает эти тряпочки. Но что здесь было до этого? Я думаю, уже было место освящения какое-то. Оно уже было сакральное. Иначе зачем бы сюда князь пришел в середину леса, значит, в непонятное место. Он в другом месте сначала поселился. Он же поселился в Нижнем Ландихе. Там, на озере Мугреев, на Святых Озерах. Здесь-то почему он оказался? Всего скорее потому, что знал, что здесь такое место. Люди сказали, что вот туда надо, там есть вот такой источник и все остальное. Как ему явилось икона? Я думаю, это тоже похоже, как, помните, история Сергия Родонежского. Да и история многих святых начинается с того, что они в каком-то месте находят источник, и это место становится сакральным. То есть вот мы с вами видим пример, как священность, сакральность из мифологической сакральности превращается в сакральность христианскую. А каким образом она превратилась в христианскую? Ну, я вам скажу, что образ этот... Мы с Татарстана сами. С Татарстана? Вот в Иваново как едем, и зимой, и летом здесь все время. Да, правда. А как-то вот это действует на вас, то, что вы здесь окунаетесь? У нас радость такая появляется, вообще настроение поднимается. Ну, тянет сюда здесь хорошо. Ну, вот с Татарстана ты-то с крестиком, а он не вижу. А, тоже скажем. Извини, а то я вдруг... Это и зимой, и летом здесь обязательно. Ну, а вот так по нужде, по какой-то там болезнь какая-то была, вы специально вот заезжали или просто каждый раз? Нет, нет, мы просто ездим в Иваново, и по пути мы заезжаем. Видели несколько лет назад, и теперь нас сюда тянет. Да, это удивительное место, да. Да, здесь и воздух такой, и вот такое спокойствие, да. Это вот странно, да, вот смотрите, как странно. Я как раз рассказываю про сакральность, то есть священность, как она проявляется из потустороннего мира в нашем мире. Ведь вот странно, что вот такие, раз такие точки вдруг появляются, да. Дорога из Татарстана, это сколько вы, тысячи километров едете? Восемьсотки, и вдруг какое-то вот место, где надо, где надо остановиться. Оно тянет, хочется сюда. Вот это интересно, что это нас тянет, нас храмы тянут. И по сугробам, и все, идем сюда зимой. Молодцы, а как вас зовут? Я Пелагея. Пелагея. Андрей. Андрей, да, помоги, Господи, Пелагея, Андрей. Вот мусор собираем каждый раз. Да. Потому что это такое место. Иногда вот целый пакет большой бывает, а сегодня мало. Вообще странно, как люди здесь мусор оставляют, непонятно. Ну, до свидания, да, помоги вам, Господь, да. Вот так, друзья, получается, что сакральные места, они притягивают нас. И притягивают нас чем? Определенные силы, которые мы называем духовная сила, мы называем благодать. Но мы это имеем на самом деле через Слово. То есть как преображается мифологическая сакральность в сакральность христианскую. Через Бога, Сына, через Слово, через Его проявление в мире образом Господа нашего Иисуса Христа. То есть мы старые понятия, которые были в языке мифологически мыслящего человечества, превращаем в христианское, когда облекаем в новые слова, в новые названия. И поэтому было какое-то место, обрядовое там, скажем, я не знаю, как они его называли раньше, люди. Было какое-то место, где можно было получить магию определенную. Кстати, есть еще сакральность магическая, ну и у нас религиозная сакральность. Поэтому, дорогие мои, начать понимание сакральности нужно с понимания, в каком мире вы живете или в каком мире вы хотите жить. Потому что на самом деле проникновение этого мира, сакральности сюда, ради того, чтобы мы приучились к тому, к потустороннему миру. И приучились жить в потустороннем мире, в той области того мира, которая соответствует нашему предназначению. Как Адам был предназначен жить для рая, оказался практически в аду для преображения этого Ада. Ну почему я Адам называю землю? Ну потому что там сатана в это время правил. То есть его послали, можно так сказать, в противодействии сатане, освящать этот мир и получать сакральность. У нас есть другое название той местности или тех мест, которые мы освящаем по-христиански. Это Ойкумена. Ойкумена. Мне много о ней рассказывал митрополит Петерим Нечаев. Он был большой приверженец того, что вот у нас развивалась Айкумена, то есть места освященные. Почему он занялся в том числе и темой паломничества. И мы преподавали с ним вместе на факультете в Академии туризма паломничества. Потому что паломничество показывает территорию, которая охватывается сакральностью, которая освящается. И эта территория и есть место, можно так сказать, отвоеванное человеком ради Христа на земле, окруженной совсем другими существами. Совсем другие существа – это тоже проблема. Потому что, как в этом мире у нас есть, вот видите, комары, есть животные, есть птицы, которые вот поют. И различные люди, одни добрые, другие недобрые. Тот мир точно так же населенный такими разными существами. Поэтому, когда мы с вами даже ангельские чины рассматриваем, то мы имеем с вами 12 ангельских чинов мира духовного, то есть религиозного мира. И кто говорит 4, кто говорит 7, значит, нижнего, нижней духовности, то есть мира сатанинского, злых духов. Но на самом деле, когда святые отцы говорят о том, что в том мире находится и в потустороннем мире находится, они говорят, что это вообще неисчислимое количество всевозможных существ, духов и так далее. Больше того, некоторые говорят, что как раз вот эти все комары, все это, это и есть проникновение тех существ. То есть, если для нас, для души человеческой, оболочкой, познающей этот мир и осваивающей этот мир является наше тело, то есть мы двухсоставные, то некоторые уверяют, что духи злые вот и живут вот в этих всяких существах, которые нам кто мешает, кто помогает жить. Кто помогает жить. Поэтому вы сначала должны определиться для себя, для понятия, что для вас значит сакральность, и есть ли вообще у вас сакральность. Живете ли вы в сакральном мире, то есть в освященном мире, в священном мире или нет, это зависит лично от вас. Потому что соприкосновение с ним у нас происходит по вере, вера. Сакральный мир, можно так сказать, воплощает, воплощает, это уже по науке, нереальные вещи. Нереальные вещи. То есть они для человечества нереальные эти вещи, их нет в реальности, они не существуют. Но мы их воображаем, мы их создаём, материализуют, там в виде, вот видите, в виде, значит, этих, например, построек. Постройки уже сакральные или нет, священные или нет. Вот интересно, что там должен был стать этот сруб баней, а я его направил сюда, на источник. Так вот, если бы он был баней, к нему бы было одно отношение. А если он на источнике, то к нему другое. Да ещё знаете, до какой степени может быть другое? Там, например, в Лухе есть свято-тихоновский монастырь под Лухом, Тихоново пустынь. Так я вам снимал даже. Там интересно, там стояла такая же часовинка на святом источнике. Так эту часовинку кто-то начал брать с неё щепочки. И её за несколько, значит, ну, может, десятилетий или, может, столетий, её всю растащили на щепочки. На щепочки. То есть, сакральным стало само строение. Точно так же, как сакральным становится строение храмов, часовин, где, казалось бы, простой кирпич, но он почему-то начинает нести другую. Другой смысл, другое значение. Про храм я вам отдельно расскажу, вы не бойтесь. Сейчас мы с вами пытаемся понять, как мифологическая сакральность преобразуется в христианскую сакральность. Как она становится из той, которую называют языческой, неправильной и, значит, становится правильной, становится христианской. Через слово. Через слово. Мы меняем обозначение, меняется суть. Вот и всё. Что вам ещё здесь сказать? Ну, можно сказать о том, какое пространство может быть у сакральной вещи или вот-вот у источника. Какое пространство у источника сакральной? Я-то думал, оно сократилось. Потому что раньше на этот источник нужно было от храма идти молча и не оборачиваясь. И только после этого, искупавшись, ты можешь начинать говорить. То есть, сакральность этого источника распространялась, получается, до храма. Начиналось там действие его. И с этим взаимодействием ты и мог получить настоящий источник. Настоящую помощь от этого источника. Но что случилось? Да, ещё рассказывали, что босиком надо пройти. А одна мне рассказывала, на коленях нужно было пройти. Ну, невероятные вещи рассказывал. Не знаю, на самом деле это было так или нет. Но что случилось? Вот даже при мне. Мы какое-то время ходили. Вот так молча. Потом Получилось, что когда его стали знать, этот источник, уже появились вот здесь у нас все эти строения, начали люди заезжать. Мы сюда приходили такие молчаливые. Мы, значит, начинали всё выполнять. А здесь уже люди. Да ещё люди с мусором, как мы сегодня с вами увидели. И что я понял? Что с одной стороны, мне показалось, что сократилось пространство этого источника. Сакральность его. А на самом деле, смотрите, наоборот. Получается, что те, кто на него заезжал, заезжает, они имеют от него эту силу. И поэтому их ещё и тянет сюда. Вот вы только что увидели Пелагею с мужем. Как они, живя в Татарстане, знают, что у них вот сакральное место, где они получают благодать Духа Святаго. Вот здесь, на этом источнике. И таких мест, преображённых из мифологической сакральности в христианскую, очень много. Очень много. То есть и Троица Сергийская лавра построена на таком месте. Да практически везде. Честно говоря, все, кто утверждает, что храмы, особенно древние храмы, чаще всего строились на тех местах, где были какие-то языческие капища, они абсолютно правы. И этими храмами это место подтверждалось как сакральное, хотя преобразовалось в христианскую. А христианская чем отличается? Вот сакральность. А я вам скажу так. Истинными знаниями. То есть до того, как Христос объяснил, зачем это и почему это нам нужно, ну, все ходили, один какой-то знал, какие нужно сделать ритуалы, какие-то слова сказать, и тогда всё получится. Это если жрецы там эти. Но Христос каждому объяснил, зачем это делается. И каждый теперь, можно так сказать, жрец по-своему, потому что он прекрасно понимает, зачем он на это место приходит. Огромное количество мест, можно так сказать, ещё неосвящённых. Неосвящённых. И люди с мифологическим мышлением и мифологической такой вот сакральностью, они чувствуют эти места. Поэтому ходят в какие-то горы, ходят в какие-то леса, устраивают какие-то, значит, себе поляны. Я не скажу, что это уж так вот совсем плохо. Это, к сожалению, потеря духовности, религиозности, потеря сакральности, которую нам Троица Пресвятая. Присваивает, я бы так сказал. Потому что только по её воле это может быть. И когда мы пытаемся ругать этих людей, что, ну как же вы себя ведёте, почему вот такие язычники, там всё сатанистами их называют и всё остальное. Я думаю, что это неправильные отношения к ним. Это такое младенчество, где человек, созревая в сакральном духе, который изначально на этой планете существует, вполне способен перейти в разумный христианский дух. И надо его учить только этому. Надо ему объяснить, больше того, показать ему, как и без этого ты можешь быть хорошим сакральным человеком. Вот так, мои хорошие. Сейчас я поеду к храму, и вам уже более подробно расскажу о том, как из храма сакральность растекается к нам в быт. Я бы сказал так. А пока всем здоровья, радости. Посещайте святые источники, приезжайте на Луканинский колодчик. Сюда люди, я знаю одного человека, который из Москвы всё время приезжал, только искупаться сюда. Зайдёт к нам на часик в гости, там, после купания, и опять в Москву. Потому что, говорит, я не могу жить без этого. Как вот какое-то время долго и не покупаю, у меня уже трудности. Приезжайте на Луканинский колодчик. Всё, здоровья всем, радости. А я еду к храму, чтобы рассказать вам о церковной, я бы так сказал, сакральности. Аминь.